Доброе утро, страна! Я, как всегда, куда-то за чем-то бегу. Сегодня я приеду в поликлинику, хотя сегодня я туда не собиралась, только завтра. Артемия сегодня оставила дома, он всю ночь кашлял, по всей видимости из-за деноидов, потому что температуры нет, горло нормальное, ну короче, вообще ни на что не жалуется, но и вчера он носился как сайгат, но потом лег, и когда он лег, начался кашля, и вот он полночи кашлял. О господи, какой шуминый трактор, просто снег чистил. И, в общем, я спала в лучшем случае часа четыре у рыбками, потому что я сейчас просыпаюсь от каждого шороха с наличием Марины, и тем более, когда Артемий кашляет, я вообще спать не могу, потому что у него же стеноза бывает, я просто ее слушаю, как он дышит, у меня уже фобия с этими приступами. Короче говоря, я его хочу сводить к лору, но в интернете почему-то не отображается на сайте самозаписи, во сколько лор принимает. Я позвонила в поликлинику, в регистратуру, я висела на телефоне полчаса, и все эти полчаса мне рассказывали, что в очереди третья, а потом я стала вторая. Так не бывает, там когда в регистратуру звонишь, там обычно разговор такой, здрасте, чё надо, а часами не пришли, а к вам придут и трубку бросают. Ну, в таком духе, то есть вообще там даже не быть добры, до свидания, вот этого всего нет, просто ты разговариваешь 40 секунд от силы. Как я могу полчаса быть третьей или второй в очереди, ну, я не знаю. Поэтому я оставила детей с Алишером, он еще не ушел на работу, вот, и просто пошла в поликлинику узнать режим работы врача, потому что тут идти 5 минут. Я полчаса пыталась дозвониться. У меня это уже... Ой, весело. В общем, сейчас узнаю, надо как-то вписать до или после массажа Арининого, чтобы сходить мне без очереди, чтобы что-то ему прописали, потому что это кошмар. И он сам, ну, плохо спит, и мы... И я не сплю, остальные-то спят Алишер вообще за милую душу дрыбь, даже не слышу, что ребенок кашляет. Прям зима конкретно, опять снег идет, еще такого цвета. Ой, камера не передает. Короче, знаете, такая синева зимняя на картинках рисуют, очень часто на открытках, что все такое синенькое и желтые фонари. Вот прямо как на открытке сейчас, а камера делает какой-то более обычный цвет, и эту дымку синюю съедает, не показывает. Прям очень уютно вот идешь, и, я не знаю, если бы не куча людей, которые идут на работу, то это уже прям как 31 декабря, похоже. Вот бы на Новый год было так же, а то у нас часто бывает, что вот это все тает к Новому году, и 31 потом дождь идет. Прям очень частая ситуация. Ну вот я пока с вами говорила, уже и дошла. Вот сейчас даже интересно, зайдем посмотрим, говорят ли в регистратуре по телефону, или это все обманка. Короче, к лору нельзя просто прийти, к лору надо через педиатра, даже если ты вот, ну грубо говоря, по острому более хочешь прийти. Но к педиатру сегодня попасть нельзя вообще совсем никак. Ну то есть, я не знаю, может можно прийти в наглую, там без номерка просачиваться, сейчас буду думать, что с этим делать, но в регистратуре доп. номерок мне отказались выдавать, который дается вот. Просто если у тебя нет доп. номерка, тебя педиатр не может открыть в базе и не может ничего тебе сделать. Просто замкнутый круг. То есть вообще сегодня никак нельзя попасть к врачу. В Скандинавии ближайший прием лора в четверг, ну это тут у нас клиника, а в сестровецкой клинике, в педиатрическом отделении, который тоже сестры у нас, нету лора. Все, лоры кончились. То есть, если я хочу отвезти ребенка к лору, даже платно, мне надо ехать в город с двумя детьми, по снегу на автобусе. Короче, что это за... Что делать-то? Хорошо не умирает. Просто кашляет. Ну это какой-то трэш просто. Ладно, короче, я написала в чат детского сада, может кто из мам подскажет. Лора. А пока решила, что буду делать так, как когда там весной нам аденоидолор платно лечил, и открою ее схему лечения, ну и попробую лечить пока так. Потому что я не знаю, что с этим делать. Это коллапс просто. Я что Артемия в принципе в сад-то не повела? Он так-то бодрый просто. Я представила, что он будет на дневной сон вот так кашлять, никто из детей же не уснет. Он будет мешать. А забирать его прямо перед сном я не могу, у нас массаж в это время. Поэтому я решила пускай вообще дома посидеть сегодня. Ну ладно, я бы уже план действий придумала. Сейчас начну действовать. И может кто врача подскажет, чтобы еще и показаться. Если бы несколько лет назад кто-то сказал мне, что у меня будет двое детей, я бы ни за что не поверила. Потому что я перфекционист. Я люблю, когда все идеально. Но с детьми идеально не бывает. Я привыкла к своей идеальной квартире, где все идеально просчитано, где все на своих местах, где царит идеальный порядок. Но что у меня, что у моих подружек, у которых есть дети, дом превращается просто в царство хаоса. Кроме того, я считала, что появление ребенка обозначает конец размеренной, запланированной жизни. А это просто ад любого перфекциониста. Но я ошибалась. Появление детей заставило моего внутреннего перфекциониста не только не замолчать, но и выйти на качественно новый уровень. Потому что я смогла увидеть порядок в том хаосе, который создают вокруг меня дети. И по сути своей, любовь и забота, они идеальны. А ни в том, ни в другом недостатка я сейчас не испытываю. Всем перфекционистам идеально помогут гипоаллергенные подгузники Нишоми. Изготовлены из гипоаллергенных безопасных материалов, которые прошли тестирование дерматолога. У них есть впитывающий слой с японским абсорбентом, который поглощает двойной объем влаги и удерживает ее внутри. Таким образом он сохраняет внутренний слой сухим. На подгузнике есть 3D волнообразные линии. Они моментально впитывают жидкость и отводят ее во внутреннее ядро подгузника с бамбуковыми волокнами. Они минимизируют контакт с кожей. С подгузниками и трусиками Нишоми забота о малыше приносит радость и становится намного проще. В них малышу комфортно и сухо, а у мамы на одну проблему меньше. Найти и купить Нишоми можно в пятерочке. Расскажите, а что делает вашу жизнь нежной сказкой после появления малыша? Тут пухляндия на массаже. Вот так вот снимается тонус с ног. Так удивительный человек. Оришка? У нас успешно прошел массаж. Арина, ты хорошо промассажировалась, да? Ой, счастливая девочка хорошая. Мы пообедали, наконец-то. Я такая голодная была, Артемия меня что-то просит, а я чувствую, я злющая. Я говорю, подожди, надо поесть. Я поела, и мир заиграл красками. Я достала очертной контейнер пастилы, которую упорно готовила в начале осени. Очень много еды съела, мне так хорошо. И вкусно! Вот, пока ела, я читала комментарии. Слушайте, по поводу этих радиаторов я уже вчера вечером стала гуглить и разобралась. Короче, значит, по закону менять радиаторы зимой можно. Если домом управляет ЖЭК, то ты, типа, просто с ЖЭКом договариваешься, заказываешь, грубо говоря, сантехника. Я не знаю, как это объяснить. Ну, заказываешь его услуги, и тебе все платно делает. Но если домом управляет ТСЖ, да, то тогда реально, если меняются зимой батареи, то тогда жильцы должны это разрешить. И, блин, с одной стороны, это круто, то, что дом управляется ТСЖ, потому что дом у нас очень ухоженный, там классный. У нас очень крутой общий коридор, что вот меня зацепило в этой квартире. Я могу спокойно оставлять в общем закрытом коридоре коляску, велосипеды, не пристегивая там дежурством, по очереди убирают раз в неделю это все жильцы. Короче, ну, это прям клево, это то, чего мне здесь не хватает. Тут вообще нет места для каких-то колясочных вещей таких вот. Вот, но, блин, реально должно быть какое-то совещание. Ну, вот я не знаю, мне пока не перезвонили. Если мне сегодня не позвонят, я завтра позвоню и уточню в какие-то сроки. Я просто об этом не знала, и это все растянет нам ремонт. Вот, а так, да, зимой это делается. Просто спускается вода со стояка. Да, ну, я так поняла, что это при такой этажности, наверное, тысяча рублей за стояк будет. Но у нас получается три стояка плюс еще стояк, который по змеевику. Но поменять там реально надо все. И причем это надо поменять до того, как мы будем делать потолок, либо стены, либо пол, потому что испортится все это, если потом делать эти радиаторы. Поэтому на лето я не хочу это все откладывать. Будем договариваться. Вот, но такой тормозящий момент, это то, что там вот это, ну, она, наверное, председателем называется, эта женщина, это такая бабуля конкретная. То есть я не знаю, какая она вживую, но голос у нее такой трескучий, знаете, ну, вот как у пожилых. И это, конечно, печально, потому что обычно такие возрастные люди, они немного медлительны. А нам, нам бы сейчас побыстрее в декабре это сделать, вот прям на следующей неделе. Ну, короче, это мой косяк, что я так затянула с этим. Я еще на прошлую неделю хотела звонить, но я просто не ожидала такого. Вот, и делать должны все, нужно делать все официально, чтобы потом не было никаких проблем, если вдруг, не дай бог, там что-то прорвет, кого-то что-то затопит, чтобы была гарантия от сантехника, вот, которая именно обслуживает этот дом. Мы хотели сами поменять, потому что Алишер это все умеет. То есть мы просто хотели попросить, чтобы нам воду слили, и мы все сами сделали. Но с учетом сложившейся ситуации мы будем платить сантехникам для того, чтобы к нам никаких претензий не было. Вот, так что я теперь, господи, взрослая тетя, которая разбирается во всех этих тонкостях, хочу, как вот это организовать, это прям для меня новый уровень. Я очень не люблю такие дела. Вчера я, конечно, была расстроена, ну, не знаю, короче, у меня была расстроена тем, что вот так вот, ну, ничего, я знала, что в каждом ремонте бывают какие-то задержки. Вот, сейчас, сейчас, мадам, юная мадам, Господи, Артемия рвется, я ему сказала, что я его закрою в кухне на пару минут, потому что там у него сказки шумят, вот он рвется ко мне. Сейчас где-то через полчасика, наверное, я сдам детей. Няня, погуляйте часа на полтора, потому что мне надо поработать, а если я сегодня остался, вот, мне прям очень надо поработать, поэтому они пойдут просто погуляют, я успею хоть сделать свои дела. Что ты там около двери, а? Что ты дверь дергаешь? Что случилось? У меня шуток болел сейчас. Ну, наверное, кто-то объелся. Ты сколько слопал, а ты водички попил? Тоже был голодный, но я... Ты, наверное, воды не пил, пойдем посмотрим. Все, детей отдала няня, сейчас сяду за компьютер и поработаю в дешне полтора часа. Как раз все успею сделать, нервничать не буду. И ладно, вот мне реально, когда ребенка дома, мне не хватает пары часов, просто вот своими делами позаниматься, не больше. Потому что все остальное нужно сделать параллельно с детьми. Ух, забежала наверх, чтобы побыстрее. Кстати, по поводу еще этих стояков, некоторые из вас пишут, типа, вот как же так, люди будут мерзнуть. Ребят, замена батареи занимает, ну, с учетом слива воды, там максимум 3 часа. То есть за эти 3 часа, при учете того, что все остальные батареи в квартире будут работать, там даже температура не опустится, ну, я не знаю, там на 1 градус. Ну, то есть вообще никто не замерзнет. Разница будет, если там сутки, например, да, не топится какая-то комната. Вот тогда, да, вот у меня у мамы тут отключали, я не знаю, включили или нет, у нее неделю в комнате не топили, вот она реально начала мерзнуть на 4 день, вот просто холодно стало из-за того, что одна комната отапливается, а другая нет. А за пару часов ничего там не будет. Может же не изверги какие-нибудь, чтобы там людей морозить, если бы это нельзя было сделать быстро. я бы об этом даже не заикалась, потому что, ну, у многих тоже дети маленькие, там кто-то пожилой. Не по-человечески бы было. Так, все, сажусь работать, я уехала в работу. А я тебе ничем. А это... Богу смеет куласть. Как разводить меч, по-моему, по-моему. Пле-кле-кле-кле-кле-кле-кле-кле-кле-кле-кле-кле-кле-кле-кле-кле-кле. А мы встретили такую гигантскую машину по дороге, какую-то и представить не можешь. Ты о такой, наверное, мечтаешь вовсю. Это что за машина? Так она как 90 меня по размеру. А где вы были-то? Ну, это были улыбки радуги. О, как вы далеко ходили. Положи на батарею. Мы дальше на космической площадке ходили. Лед отряхни в ванную и положи на батарею. Видишь, лед. Ого! Ага, и шапку тоже надо на батарею. На! Девчонки, вы знаете что? Отправить детей гулять с няней это просто гениальный лайфхак. Потому что, во-первых, они 2 часа гуляли, а во-вторых, Арина теперь спит еще уже почти 1 час 45, короче, прошло. Она все еще спит. Она сейчас уже проснется. Вот-вот. Но я успела сделать все срочные дела без какой-либо нервотрепки. Просто посидела и по человечески проработала. Завтра тоже буду их оставлять няне. Как минимум с утра, когда побегу в поликлинику. У меня уже на госуслугах пришли результаты анализов моих. Все как всегда хорошо. Надо просто их забрать. Жалко, что детские анализы не подгружаются на госуслуги. Обещают они это сделать в будущем. Но пока такого нет. То есть, чтобы я как мама могла видеть результаты анализов своих детей, это реально удобно. Короче говоря, я жду, когда проснется Аришка. У меня стиралка в третий раз, что я не работаю. Я сюда могу не запустить его. Надо чуть-чуть тут прибраться. Вообще надо белье погладить, но это не сегодня. Я тебя через час уже укладываю. Понял? Не хочешь пойти помыться и скупаться? Уже сейчас. Ты не запачкался гранатом? Вчера так гранат ел, и надо стену отмыть. А, ты в черной футболке ел. Ну, молодец. Было практично. А, вчера была белая футболка. Я ее всю застежила. Ты лицо то умой. Друг, ты в гранате. У тебя вот здесь гранат, вот тут гранат, вот здесь гранат, и вот здесь вот гранат. Реально? Ну-ка, смотри на себя. А на носу нету. А на носу я пошутила, но его тоже можно помыть, ему лишним не будет. Будет. Надо тебя постричь. Какую ты стрижку хочешь? А мне не мешает. Ну, мне хочется тебя постричь, чтобы ты стильно выглядел. А ты какую стрижку хочешь? С паутинкой или с крокодилом? На паутинку, я думаю, парикмахер сможет. Видите, у него тут была молния, повернись-ка. Ее вообще не видно, что тут было, что-то выбрета. Надо, надо. На эту неделю, на следующий знак. Так, я тебя свожу. Я типа одна буду деталь искать, да? Три, раз, я на солнышку я на солнышку я на солнышку все мысли все мысли я на солнышку Продолжение следует... Продолжение следует...